Приветствую вас, мои дорогие! И сегодня мы начнем заниматься очищением нашего пространства. Почему это так важно? Вообще, в индуизме за деньги, за исполнение желаний, за все материальные блага отвечает богиня Лакшми. Богиня Лакшми, она любит уют, комфорт и считается, что деньги это детки богини Лакшми. И они не приходят в тот дом, где грязно. Самое главное, у нас должно быть в идеальном состоянии наша кухня. Она должна быть чистой, уютной, комфортной и там должны быть приятные вкусные запахи. Так вот, мы займемся очищением нашего пространства. Есть несколько видов. Мы очищаем пространство на физическом уровне, на ментальном и уже на духовном, энергетическом. Что мы делаем на физическом уровне? Мы берем с вами и из каждой комнаты собираем по 10-15 ненужных вещей. Это какие-то чеки, старые бумажки, ненужные вещи, разбитые вещи. Даже в туалете и в ванной вы можете собрать по 10-15 ненужных вещей. Это вот то, что вам надо сделать. Второе. Вы берете вещи, которые не носили уже минимум год, пересматриваете их и отдаете. Почему? Потому что когда у нас все захламлено, забито, нет новой энергии, чтобы прийти. Это касается всего. Берите и просто отдавайте все, что вы не носите. Все заношенные какие-то застиранные вещи, которые уже негодные, отдавайте, не жалейте. На это место придет что-то другое. Всю щербатую посуду. Вообще считается, щербатая посуда, на которой есть кола, она приносит несчастье в дом. Поэтому тоже избавляемся от этого. Мы очищаем полностью от всего ненужного, от каких-то разбитых, от пустых пузырьков, баночек. Все, что не несет в себе положительного заряда, мы это убираем. На ментальном уровне мы смотрим о том, нет ли у нас каких-то вещей, которые несут заряд прошлого. Например, вы были несчастны в какой-то период, и вещи ассоциируются с этим периодом. Или у вас умер кто-то, и эти вещи, они были как раз любимы этим человеком, или он их носил. От них тоже нужно избавляться, нужно очищать свое пространство, потому что они несут кусочек его энергии или ее. Также, если, например, белье, нижнее белье, постельное белье, вы в разводе с вашим мужем, постарайтесь его в ближайшее время заменить. Пропишите себе покупку нижнего белья и постельного белья, потому что пока это белье есть, оно несет в себе энергию, энергетический след вашего бывшего супруга, или вашего бывшего любимого человека. И на духовном плане, на энергетическом, мы освобождаем наше пространство от всяких сущностей, энергетических привязок. Это можно сделать, обкурив наш дом полынью, либо обойдя полчасовой стрелки с молитвой «Очи наш» три раза весь дом. Еще очень хорошо, когда есть щепотка навоза, это вот в ведическом считается, с ней помыть дом. Но я с навозом не мыла, но вот с солью, соль, которая, бывает четверговая соль, если в чистой четверг она сделана, можно просто соль, морскую соль. Добавляете на 8 литров воды где-то 100 грамм соли, и вот этим соляным раствором вы промываете весь дом, для того, чтобы избавить от всего негативного, от всех негативных следов и конфликтов. То есть таким образом вы очищаете свое пространство. Это нужно нам для того, чтобы в нашу жизнь начали приходить новые блага, иначе просто нет места для этого. Поэтому сегодня ваше задание – почистить свой дом, просмотреть, может быть, даже почистить ваш рабочий стол, возможно, пересмотреть ваши какие-то фотографии ненужные, возможно, пересмотреть почту, и все это очистить. Итак, мы приступаем. Благодарю вас за внимание. Всех благ, любви и процветания. До новых встреч. Пошел ты най! Субтитры сделал DimaTorzok